Ох, сейчас ледяную воду как... А-а-а! Соски затвердели. Теперь они покрепчают, дыргов. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня, друзья, исторический момент в истории нашего канала. Мы начинаем с вами с Абнатика Below Zero. Мы с вами 6 лет потратили на то, чтобы пройти Абнатику первую. Посмотрим, сколько займет этот спидран, ведь и я собираюсь пройти игру по спидрану. Начать новую игру! Я хочу экстрима. Давайте попробуем на хардкоре. И, кстати, вот когда я включил режим выживания в прошлой части игры, я тут же перестал подыхать. В таком случае и в этом прохождении будем пофигистами. Будем идти с улыбкой во всякие страшные глубины нырять и вообще не париться. Нажмите любую кнопку, чтобы продолжить. Это максимум, куда я могу довести тебя на деньги компании, Робин. Ты точно этого хочешь? На этом исследовании свет клином не сошелся. Для меня сошелся. И для Сэм. Я должна узнать, что случилось. Этот метеоритный дождь. Я прикроюсь им от Ока Альтера. Я буду скучать, Робин. Я обязательно вернусь. Хорошо, она сама на жопу себе приключения ищет. Мы управляем? Нет. О-хо-хо-хо! Как это круто! Мы снова на этой дурацкой планете. Приближаемся к 45-46Б. Температура на поверхности. Ай, больно. Посадочная капсула запущена. Ладно, колени целы. Все хорошо. Выбираемся. Добро пожаловать на 45-46Б. Опа. Приятного вам пребывания. Смотрите. Груз. Это нужно. Го за ним. Так. Воу! Главное смотреть, чтобы метеорит прям в меня не попал. А, это стрёмные горячие растения. Я помню их. И очень горячие. Ну, ничего себе. Это было совсем не по плану. Надо добраться до воды и найти посадочную капсулу. Для Евгения сюжет в выживалках. Это губительная вещь. Я должен сам его строить. Ох, сейчас ледяную воду как... Ааа, соски затвердели. Теперь они покрепчают дырёв. Оп, чёрт. Слушайте, тут нам ещё придётся следить за температурой тела. Как всё живописно стало. А теперь посмотрите направо. Подплывите поближе. И увидите старого друга. Иди ко мне, старый друг. Ха-ха. Да какого хрена ты опять здесь? Ну, здравствуй, спасательная капсула. Ты выглядишь совсем по-другому. Ты не плавучая. Потому что низ говна сделана, как моя шлюка предыдущая. Юджин, у меня всегда стоял вопрос один. Какой? Ты уже столько раз умирал в сабнатике, но каждый раз возвращался. Как тебе это даётся? Хм, как-то я об этом не задумывался. Но если так посмотреть, то каждый раз, когда я из тебя делал воду, ты потом снова тоже возвращался. Вывод только один. Очевидно. Это игра. Мы попали во временную петлю, из которой никак не можем выбраться. Ну, либо так. Как же нам выбраться из этой петли? Выход всегда один. Провести научное исследование. Убить кого-то. Что? Почему ответом на всё является чьё-то убийство? Нет времени объяснять, умри. Ну что ж, проверим, сработало ли. Чёрт, не сработало. Зачем ты меня опять убил? Это бессмысленно. Попытаться стоило? Нет, не стоило. Надо придумать что-то более рациональное. Объявить охоту на другого ютюбера. Что? Друзья, вся надежда на вас. 14 сентября на PlayStation 5 вышла стильная игра про наёмных убийц во временной петле Deathloop. Игра создана в студии Arkane, известной по Dishonored и Prey. А значит, там очень крутой дизайн и кинематографичный геймплей. В лучших традициях Бондианы и фильмов Тарантино. А играть на PS5 будет особенно приятно. Ведь только на ней будут доступны одновременно 4К разрешения при 60 кадрах в секунду с HDR. Быстрая загрузка уровней. И уникальные тактильные ощущения от геймпада PS5. О нет, началось. Что началось? Теперь и другие ютюберы объявили охоту на меня. Чего? Да почему все без разбора пытаются друг друга убить? Друзья, всё очень серьёзно. Вступай в мою команду и начни охоту на других блогеров. Иначе их команда уничтожит меня. Также вступай в официальное сообщество PlayStation, где развернётся настоящая охота на блогеров. В том числе и на меня. Ты сможешь почувствовать себя одним из героев игры. Отслеживая и уничтожая цели на карте. А ещё выиграть крутые призы. Фирменные наушники, геймпады и подписку PS Plus на 3 месяца. Подписывайся на группу, следи за анонсами и вступай в мою команду. Подробности в описании. Так, здесь есть хранилище. Дофига кучи мест. Что ж, Сэм, пожалуй, мне надо собрать инструменты и ресурсы, прежде чем начать поиски. Надеюсь, эту радиовышку и правда так легко найти, как говорил Алил. Так, так, так. Начинаем снова. Ты пойдёшь со мной. И твой отец тоже. Нет, только не батя. Только батя, конечно. Ой! 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 Игра кончена. Смотрим, сколько займёт этот спидран. Ведь я собираюсь пройти игру по спидрану. Я сдох. Я сразу сдох. Ай, как тупо. Ладно. Всё, собрались. Блин, спидран сразу треснул сходу. Это ты виновата, рыба-вода. Почему я? Потому что я на тебя отвлёкся. Всё. Запихнул сюда. Будешь здесь у меня торчать. Собственно, нам нужно кучу всего добыть сразу. Забрать, забрать, забрать. Леточник содержит электролиты, которые можно использовать в накопителях энергии. Ага, и медная руда нужна. Окей. Есть одна батарея. И сканер можно уже сделать. Ну что, давайте тыкать его повсюду и всё изучать. Кустик. Извилистая штука. Слышите звуки? Какой-то монстр. Исследование. Бычий глаз. Вот, например. Для чего он нужен? Пригодны для сбора и выращивания. Они пригодны для сбора. Их что, кушать что ли можно? Воу, смотрите. Что это такое? А что это падает? А, это... Это дождь. Это так капли видны. Ой, как красиво это сделали. Какие-то мясистые капли падают прям. Вот туда уже как-то поглубже становится. И очковий. Лес сталкеров. Это мне сюда нужно. О, смотрите, что это такое? Прям как русалка. Блин, вот бы научиться быстрее всплывать. Давай, три секунды. И... Есть. О, морская обезьяна. Что ты делаешь? Отвали от меня. Отдала мне. Эта тварь ворует. Видели, как он подплыл? Просто в нагло отжать у меня. Так, сканировать, сканировать. Блин, ты нарываешься, обезьяна. Ты нарываешься. Что это? Что-то очень полезное, судя по всему. Так, водоросли. Вот они. Мне нужно семена найти. О, ГПК. Так, секундочку. Блин, успею ли я? Ладно, давайте попробуем. Шустренько, шустренько, шустренько. Не знаю, что такое гнездо морской обезьяны. Пошла в жопу, морская обезьяна. Хорошо, здесь можно серу найти. А вот и семена водорослей. Отлично. Где-то я слышал этот мерзкий шум. Где эта рыбка? Слышите? Ага, вот ты где. Есть. А! Ох, ползраки разнесло. По-моему, начинается грозовой шторм. Или нет? Оп. Стоп, 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 стоп. Погодите, что это такое? Это как клетки, знаете, в которых плавают, когда акулы приманивают белых. Оф-оф-оф-оф-оф-оф-оф. Так, здесь много интересного, судя по всему. Первое, что это? Фрагмент детектора минералов. Рабочий стойк. Ох, сейчас мы тут насканируем. Сигнальная ракета. Пригодится. Питательный батончик. Здорово. Так, это все. Это все? Ой, какой красивый закат. Слушайте, ну эта часть гораздо симпатичнее, чем первая. И есть вот этот эффект новизны. Столько всего нового, неизведанного. И я в шоке. Ну ты можешь быстрее плыть. Ну ты можешь быстрее плыть. Ну твою же налево. Окей, все, все окей. Здесь нам надо сделать. Нож. Нож-всплыватель. Давайте замутим один всплыватель. Погодите. А еще титан есть? Пожалуйста, еще титан. Еще титан есть. В таком случае баллон. А, сетчатый надо. А сетчатый пока у нас не получится сделать. Тогда давайте всплыватель. Он нам точно пригодится. Окей, плавники у нас теперь есть. А еще давайте питаться. Подпись, никогда не ешьте усики. Да еще бы я стал жрать эти вонючие усы. Ни за что. Че, гоу, за водорослями. А в какую сторону были водоросли? Я что-то подзабыл. По-моему, куда-то сюда. Какая интересная находочка. Это морской глайдер. Нужно еще таких два найти фрагмента. Еще один. Вижу тебя, говнючок. Морской глайдер. Наконец-то мы можем сделать кислородный баллон. Так, у нас теперь 75 кислорода. И нам добавился ремонтный инструмент. Знаете, чтобы сделать глайдер, нам нужна батарея, медный провод, титан. Батарея, медный провод и титан. Глайдер готов. Хотите сходу офигеть? Смотрите, что я открыл. Так, во-первых, это отвалит меня. Смотрите, как работает пузырь здесь. И мы сразу на поверхности за секунду пополняем его кислородом. И все. Это не как в первой части, где он вообще нам никакой погоды не делал. В целом, сейчас задача просто собирать ресы и, видимо, построить базу. Меня немножко смущает. Я слышал вот эти стрёмные крики, рычания, но я не понимаю, откуда это. Кто это делает? Погодь. Мы же так сами не прочитали КПК, который мы нашли. Вот этот, по-моему. Индепендент. Галактические новости с межгалактической перспективы. По сообщениям независимых источников, спустя 18 месяцев после начала экспедиции по установке фазовых врат в рукаве Ариадны, контакт с Авророй потерян. Альтера с помпой запустила Аврору почти два года назад, а недавно было объявлено, что корабль прибыл в назначенную звездную систему. Сейчас же, по имеющимся данным, Аврора пропустила более одного планового сеанса связи. На просьбу прокомментировать это пресс-секретарь Альтера заявил, связь с кораблем за пределами сети фазовых врат может занимать недели и даже месяцы в обычных условиях, и часто прерывается. Во время прошлого сеанса связи Аврора была в отличном состоянии и опережала график, и у нас нет оснований полагать, что что-нибудь изменилось. Блин, это такая дурацкая ситуация. По сути, ты в полной жопе, но связь еще не установлена, и последнее, о чем вы докладывали, то то, что все идет хорошо, мы опережаем график. Тем не менее, наши источники подчеркивают, что Альтера пока еще не может объяснить потерю связи, а учитывая исключительную ценность корабля и его миссии, они предпринимают все возможные меры для восстановления контакта. Акционеры пристально следят за ситуацией. Внимательный читатель, однако, вспомнит, что в сети директоров Альтеры случались утечки в прессу страшных историй наподобие этой, лишь для того, чтобы трансгосударство, вопреки всему, отреагировало хорошими известиями. Пакеты акций и торговые сделки директоров, конечно же, не являются публично доступной информацией. Такс-такс-такс-такс-такс-такс-такс, нам нужен какой-то инструмент. Во-первых, ремонтный, и нужен минерал-искатель. Нифига себе, ручной минерал-искатель, фрагменты и прочее будет находиться прямо у меня из рук. Батарея, медный провод, силиконовая резина. Батарея, медный провод и резина. Вот он готов, минерал-искатель. Ну погодите, неужели это будет работать прямо так, как я себе это представляю? Выбрать следующий. Серебряная руда. Погодите. Серебряная руда где? Золото, поиск. Не найдено. Мы слишком далеко, видимо. Чего-то пока ничего не находит. Евгений, ты не поверишь, я обнаружил кварц прямо перед тобой. Спасибо. Я очень полезен, я знаю. Не благодари меня. И не собираюсь. Обнаружил схрон Альтера поблизости. Где? Ооо, побежали туда. Слушайте, титан он найти тоже не может. Фрагмент найти он не может. Ладно, давайте подождем, пока загрузка будет. Все-таки связь, наверное, не очень хорошая здесь. На поворотах заносит его. Да, Евгений, такой вот я классный, со мной очень весело и экстремально. Наконец-то он обнаружил что-то. Понимаете, он прям, я вокруг плаваю. А, здорово. Я это уже видел. Ну, в принципе, можно добыть, чтобы получить немного руды. Вот вы где. Что это? Детектор минералов. Окей, пусть у нас уже есть. Аптечка. КПК. Ну и барахлишка. В целом, больше ничего особенного. Нам важно этот КПК, я так понимаю. Я так понимаю, вот оно. Говорю тебе, Сэмми, когда ты проводишь по полдня в мореходе, начинаешь видеть очень странные вещи. Снова вандализм? Это опять были морские обезьяны? Не думаю. Не могу избавиться от чувства, что эта планета проклята. Проклятия не существует. Ага, ты, пожалуй, права. Это пустяк. Все равно ты бы и слушать не стала. Просто огромное существо, замороженное во льдах. Что? Где? В пещере. Недалеко от твоей лаборатории. А вот тебе самое странное. Как только я туда заглянул, они опечатали эту зону. Не хотят, чтобы кто-нибудь туда ходил. Но с чего бы? Сэм, я не биолог, но я думаю, с ними что-то было не так. Шкура была какая-то странная. Инопланетная. Инопланетный организм? На 4,5-4,6-Б? Не может быть. Я серьезен, Сэм. Что-то там не так. Я бы показал тебе, но мне туда снова не попасть. Тебе нет. А мне, может, и да. Что бы ты ни задумала, мы с тобой об этом не говорили. Стоп, мне холодно. Мне холодно. Типа, надо валить отсюда. Вот она, рыба ноль. Тихо. Что это? Кто-то меня? Кто-то меня огрел льдом только что. Это рыба О. О, я такая красивая рыба. Ой, я всплываю, не могу остановиться. Все, я лечу. Типа, реально летать захотел? Ну-ка, если я пырну. А, пополнит кислород, можно с ее помощью. Вообще, и свинья рыба, я тебя не то сделал. Так, давайте маячок заберем. Это нужно. Возвращаемся домой. Слушайте, такой момент. Нам нужно сделать что-то. Наверное, нам нужно все сделать, мне кажется. Да, попробуем сделать вообще все. И подождем, пока нам откроются новые чертежи. Например, нам нужен строитель. А, вот силиконовую резину. Мы не сделали сейчас ремонтный инструмент. Собственно, сейчас давайте его и забабахаем. Ну, не знаю. Может быть, еще и контейнер нам понадобится, поскольку у нас уже места забиты. Пусть будет. Такая музыка успокаивающая. Мне очень нравится. Ладно, давайте дропаем сюда. А, его не... Его только на улице можно кинуть. Пусть здесь будет. И, в целом, давайте искать нам фрагментики какие-нибудь. Вложение соли, пластический коралл. Вот, например, его. Пластинчатый пластический коралл. Опа! Охренеть, 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 охренеть. Я мечтаю увидеть это. А это что такое? Не знаю, не суть. Но это очень красиво. Ну, что, коралл пластичный будет нам находиться или как? Ой, блин! Напали целой пачкой. Мой глайдер! А ну, да! Слушай, все. Тебе смерть. Посраки. Посраки. Нравится, да? Рыбануть тебе по твоим рукам. Ну, тварина. Ладно, все, будешь знать. Я выплеснул злобу. Мне стало легче. Блин, Евгений мстительный. Я сам себя испугался. Так, ты что есть такое? Пополнить кислород. Так, ты пригодишься мне. Окей, окей. О, сборщик транспорта. Они натыренное все к себе тащат в гнездо. То есть нам выгодно искать их гнезда. Вижу еще одно гнездо. Так, тут есть, кстати, что? Фрагмент глайдера. Вау, 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 тихо. Нет. Нет. Есть. Окей, а что дальше? Блин, какая приветливая здесь флора. Что это? Сборщик транспорта. По-моему, последний фрагмент. Нет, еще не нужно. Так, самое время тебе найти мне какой-нибудь фрагмент. Где фрагмент? Прямо здесь. Тихо. О, это говно это. Ты что ищешь, блин? Ой. А, кто такой? Нужно дать отпор немедленно. Сразу задачи не дашь, потом будет приставать постоянно. Ну-ка, иди сюда. Блин, хватит искать этих фрагментов. Работай. Какого хрена? Здесь слишком тихо, вам не кажется? Во. Какого? Что это? Рапокрыл. Такой смешной. Жалко, его нельзя подобрать и скушать. Так, в какую сторону я поплыл? Что-то не понимаю вообще, где я нахожусь. Фрагмент давай ищи, блин. Ой, что-то я не понимаю, где находится. Так, дай, посмотри-ка налево. Ммм, не видно ничего. Направо. Ммм, тоже ничего нет. Дальше, дай-ка, иди помочь, Евгений. Что за бесполезная хрень? Так, стоп. Кажется, я что-то нашел. Стоп. Вот. Ты ведь это искал, я знаю, что ты это искал. Да не это я искал. Это у меня уже дохрена. Блин, ну даже не знаю, чем тебе помочь. Но я знаю, как ты можешь мне помочь. Запасись побольше батарейками, чтобы я не сдох. Супер бесполезная фигня. Сейчас, погоди, Евгений, я подрыгаю своими штучками. Вот ими штучками черными. Они специально сделаны, чтобы ими дрыгать. А я думаю, чтобы искать нужные мне фрагменты. Нет, просто чтобы ими дрыгать. Больше ничего. А тем временем я начинаю поиск. Сейчас я применю свои детективные способности. И найду тебе что-нибудь. Так, дай-ка мне здесь понюхать. О-о-о. Что ты чувствуешь? Ничего. Неудивительно. Не поверишь, что у нас совсем ничего. Такого раньше не было. Обычно я что-то чувствую. Но, видимо, не сегодня. О, погоди. Есть что-то. Фрагмент, это точно тебе нужно. Серьезно? Да, вот, смотри. Да твою мать. Это у меня уже есть. Ну, блин, не знаю, зачем тебе помочь. Но ты мне точно можешь помочь. Интересно, чем. Давай сплаваем на глубину туда. Я давно мечтал посмотреть что-то. Но помогу тебе чуть-чуть найти. Не забываем про кислород. Неизвестно. Неизвестно. Нет, неизвестное что-то. Так. Потом мы прочитаем. Сначала всплываем резко. Оооо. Ооо. Нихрена мы подпрыгнули. Это похоже на сигнал бедствия. Передача неизвестного происхождения. Расчетная глубина. Источник передачи около 200 метров. 200 метров. Ну, гоу тогда. Я уже вижу что-то. О, май год. Внимание. Пройдена отметка в 100 метров. Эффективность кислорода снизилась. Сейчас, погодите. Так, КПК, Альтеры, загрузить Загрузить, мореход Так, мы сейчас посмотрим, что тут еще есть А пока что на поверхность, читать Не, 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 не работает Смотрите, она не работает Она меня подвела, пузырь подвел меня Какого дьявола Вы видите? Он вообще бесполезный И не работает, и не работает Смотрите, какая мразота, и не работает Зато я работаю Ты нашел фрагмент? Да, посмотри направо Да блин! Что ж, друзья, на этом мы с вами закончим играть Сабнатика Беллоу Зеру и продолжим очень скоро В следующий раз, не через недельку, возможно Моем бы чуть-чуть пораньше, может чуть попозже посмотрим Как попрет, главное, оставайтесь со мной Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить этот прекрасный видос И не пропускать другие мои видосы Которые тоже не менее прекрасные Ну, с вами был Юджин, люблю вас всех, обожаю Целую, обнимаю И всем 5!